Добрый вечер! Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это? Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Отче, предлагаю посмотреть небольшой сюжет, а потом перейти к обсуждению. В каждый богородичный праздник после литургии богослужебный устав предлагает читать один и тот же евангельский фрагмент. 54-е зачало Евангелия от Луки. Оно рассказывает о беседе Христа с Марфой и Марией. Этот короткий евангельский сюжет соединяется с другим фрагментом – репликой женщины из народа, которая прославляет Христа и его Матерь. Заключенный в этих отрывках богословский смысл помогает понять, почему именно эти тексты стали читаться на богородичные праздники. В первом отрывке Христос посещает дом сестер Марфы и Марии в Иоанне, недалеко от Иерусалима. Марфа, Мария и их брат Лазарь были близкими знакомыми Спасителя. Он дорожил их теплым отношением и добротой. Когда Лазарь умрет, Спаситель отправится в Вифанию, чтобы воскресить его из мертвых. При этом, обращаясь к апостолам, он скажет, «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». Эта дружба со Христом будет иметь для самого Лазаря и его семьи судьбоносное значение. Воскрешенный из мертвых Лазарь четверодневный станет епископом города Китиона на Кипре, а его праведные сестры Марфа и Мария будут помогать ему проповедовать Евангелие язычникам Римской империи. Именно в честь святых сестер великая княгиня Елизавета Федоровна назовет свой монастырь. Так в начале XX века на карте Москвы возникла Марфа-Мариинская обитель милосердия. Сюжет беседы Христа с сестрами широко известен. Марфа принимает Спасителя в свой дом и хлопочет о приготовлении трапезы. В это самое время Мария садится у ног Иисуса и внимательно его слушает. Она внимает словам Спасителя именно как ученица, вдумчиво и с трепетом. Выражение «сидеть у ног» в еврейской культуре означало «быть учеником». Марфа упрекает Марию в бездеятельности. Однако Христос говорит, что Мария, наоборот, приняла самое верное решение – оставить суету и слушать его. Так Спаситель указал, что духовный интерес всегда важнее забот земных и мирских. Второй фрагмент передает реплику некой женщины из толпы народа, слушающей Христа. Она буквально прокричала Спасителю. «Блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие». Этими словами женщина прославила Христа и его Пречистую Матерь, которая всю свою жизнь посвятила служению Богу. Таким образом, соединенные вместе, оба евангельских фрагмента раскрывают два мотива – жизнь в Духе Святом и похвала святости, которые соединились в жизни Пресвятой Богородицы, той, которую Церковь именует честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. – Отче, так ведь это Евангелие читается не только перед текущим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, но перед остальными. Почему? – Да, Андрей, и вот сейчас как раз была попытка во фрагменте, в сюжете дать ответ на этот вопрос. Я бы хотел дополнить сказанное. Еще одно место интересное, когда Господь был с людьми в одном из домов, проповедовал, исцелял, то пришла Матерь Божия с братьями, и Господу, чтобы прекратить его проповедь, вытащить его из дома, ему объявили об этом. И Господь тогда сказал, кто мне мать и брат и сестра, соблюдающие Слово Божие, тем мне и мать, и братья и сестры. И вот здесь тоже вот этот фрагмент, он подчеркивает именно духовное родство, приоритет духовного родства. Как мы знаем, евреи очень скрупулезно относились к своему родословию, они гордились этим, и об этом им еще Иоанн, пророк предтеча, говорил, что, и не думайте говорить, что отца имеем Авраама, то есть они в надежде на свое родство знаменитое и славное, думали таким образом спастись. Вот здесь как раз Господь подчеркивает, что именно духовное родство, которое заключается в соблюдении заповедей Божьих, в той любви, которую показала Мария, вот сейчас из сестер, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его, вот эта вот любовь к Богу, любовь к слышанию Его Слова и исполнение Его заповедей вводит нас в духовное родство. И это духовное родство, оно выше родства телесного. Вот такая основная мысль. Спасибо огромное, отец Дмитрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова